Всем привет, мои дорогие друзья! Я нахожусь на вебинаре «Профессия коуч по интервальному голоданию кето». Очень много вопросов вы мне задаёте и я всех отправляю на сайт доктора Берга. Я сейчас хочу посмотреть, что они предложат, и посмотрю, сколько стоит этот курс, и потом приму решение, хочу ли я быть этим коучем и преподносить вам всем, кто заинтересован в этом питании уже грамотно. Так как у меня медицинское образование, мне это очень нравится, ведь я же не хочу всю жизнь работать, заниматься бонусной партнёрской программой в моём бизнесе. Я хочу с моими миллионами жить на Мальдивах и преподносить, и быть здоровой, оздоровить всю свою семью, и вас тоже, мои дорогие. Так что посмотрите, одна профессия, другой не мешает. Эта девочка представитель доктора Берга русскоязычной мире. Он только что нам вступительную часть провёл, и она в 14 лет его уже сопровождает сайт. Всё, лицензии имеют, всё так же, всё активно. Вот так начинается моё утро. 32-й день моего интервального голодания. Сегодня у меня вечером зумба в полдевятого, поэтому в 6 часов мне кушать нельзя. Я не хочу прыгать с полным желудком. Я решила покушать сейчас с начала третьего вот таким завтраком, обедом и ужином. Я всё-таки решила сегодня сходить на зумбу. Хотя у меня чуть-чуть небольшой флюс. Покажу сейчас вам его. Пожарила я картошку из сельдерея. Ой, знаете, друзья, это так вкусно, это так полезно. Два яйца домашних. Тут у меня авокадо, сыр, маслины, вот брокколи, вот ещё салат. Вот ещё вот эти салаты. Запью чаем. Клубника. Он уж сидит там, я его кормила сегодня тоже вкусно. Ой, у меня же ещё хумус есть, который греется. И вот ещё есть, если я захочу, спагетти. А вот мой суп брокколи. Вот, так что приготовила очень большую порцию салата. Не смотрите на мой этот, буду почистить. Мои дорогие подписчики, так как я обещала вам, что я буду вам делиться своим состоянием после того, как поставлю импланты. Вот хочу показать себе, какая я. Я думала идти сегодня на зубы, но сейчас я передумала. Почему? Потому что у меня появился синяк. Хотя я держала два часа этот лёд. Синяк появился. Надо гепарином намазать или ещё что-нибудь. И у меня, видите, как распухло. Вот. Поэтому я приняла решение. Простите, глаз зачесался. Не буду прыгать, ничего. Смотрите, вы видите, как у меня сильно... И тут уже позеленело и сюда перешла. Видите, когда я делаю так, как видно, что здесь... Конечно, рот открывать я не буду, но всё-таки смотрите, какая есть красивая. Кроме вот этих наружных симптомов, да, синяка и опухлости, у меня ничего не болит. Конечно, кушаю я на эту сторону и чувствую себя замечательно, да. Я сегодня один раз в день покушала. Не хочу второй раз. Очень сытно. Может быть, захочу 6-7 часов. В принципе, уже 6-7 часов сможем выпить чайок. Потом и всё. Есть суп ещё, но не хочу абсолютно кушать. Вот. Так что чувствую себя в порядке. Дай Бог, чтобы мои эти бланты прижились. Аминь. Мои дорогие зрители, какой у меня сегодня шикарный обед. У нас погода то солнце, то дождь. Ну, такая приятная погода. Мы всё продолжаем, сможем пить антибиотики. Мы сегодня говорили, когда это закончится, чтобы мы сели на тоже на ручь мусульманский. Так как антибиотики, мы вынуждены... Покажу вам свой синяк сегодня. Мы вынуждены с ним питаться обычным образом. А я питаюсь кето-диетой и на интервальном голодании. Очень много почитала отзывов. Кому-то это нравится, кому-то нет. Друзья мои, на счёт желчи, желчного пузыря я планирую, сможем пойти сделать эгоскопию. Чувствую себя замечательно. И вы должны прислушиваться к своему организму. Если у вас нормальные показатели сахара, артериального давления и есть силы, есть энергия, есть желание что-то творить, действовать, двигаться, радоваться жизни, то значит вы в прекрасном состоянии. Вот поэтому я себе так ощущаю и я продолжаю эту диету. Пускай я сейчас сильно вам не нравлюсь многим. Пускай моя... Хотя я похудела в общем 400 килограмма за месяц. Это не такие уже большие цифры. У меня всё, как говорится, столько жира во мне. Я сегодня смотрела на себя, на своё тело и думала. Ну да, лицо, оно первым показывает, что вы соблюдаете. Но я села ради здоровья своему. Это временный процесс. Я хочу просто привести своё тело в порядок и потом уже соблюдать какое-то время. Режим, интервальное, но всё кушать я так планирую. И конечно 2-3 раза в год садиться на кето-диету, ограничивать себя во многом. Да, вот это вот у меня в будущем. Но это ещё пока ещё не решила, как и что. Говорю по факту, что и как будет. Это только что мой муж завтракал. Вот у него сыр трёх видов. Маслины. Я ему яйца пожарила. Хлеб подогрела, тёпленький. У меня суп брокколи. Капусту цветную залила яйцами. Суты из мяса и грибов. Салат. Лианые оладьи. У меня ничего в доме не пропадает. Что я не доедаю, я кладу в холодильник и через какое-то определенное время я снова его разогреваю и пользую. У меня чай по-турецки. Сегодня я заварила чай сельдереем. Почему? Потому что сельдерей, он понижает количество мочекислой кислоты. Это просто такой обалденный. Вот я даже что сельдерей жарю, жареный кушаю. Я делаю очень хорошо. Я кушаю правильно, друзья мои. Да, один раз еду. У меня нету чувства голода. Вы понимаете, у меня нету чувства голода. Я прекрасно себя чувствую и ощущаю. Я только хочу пить. Я вам не скрываю, говорю, что я хочу пить. Сейчас я буду это кушать, а то остынет. Как-то сейчас пообедаю, пока все горяченько. И потом наговорю вам о диете, потому что очень многие интересовались. И я уже столько изучаю каждый день информации везде. Поэтому начал во многом разбираться. Так, приятного мне аппетита и до связи. Мои дорогие друзья, посмотрите на мой вид. У меня сегодня вот такой вот не такой уж красивый вид, но как есть. Показываю вам все. Чувствую я себя хорошо, так сейчас расстроилась. Знаете, почему? Потому что мой муж меня не слушает. Так обидно, когда хочу позаботиться о его здоровье. Никак не хочет. Раньше мы каждый год вместе сдавали анализы. Сейчас он меня не поддержал. Он говорит, у меня нет проблем. Хотя я вижу проблемы. И я считаю, что нужно обязательно каждый раз в год делать анализы. Правильно, когда человек не соблюдает диету, режим. Как-то я забочусь о себе, о здоровье, а он не поддержал. Мы взяли рандеву, чтобы я пошла, сделала эхоскопию желчного, мочевыводящего пути, но всего там. Ни в какую я его не могла уговорить. Какой вредный, принципиальный. И вообще он мне просто сейчас энергию все вымотал. Мне так хочется плакать. Но с этим бороться не знаю. Не знаю. Мне так как-то потеряла всю энергию с ним. Я сколько ему говорю, нет и все. придется жаловаться его мама. Почему иногда не слушают нас? Мы же стараемся ради них что-то сделать, чтобы они дольше пожили. Я сказала, говорю, когда я буду богатая, мне нужен мужчина здоровый, а не в больницах с ним быть. Вот. Он считает, что я здоровый, говорит. Я говорю, ну у тебя же были какие-то проблемы с желчным 2 или 3 года назад. Ну, говорит, мне скажут, что операцию делать? Я говорю, да надо же посмотреть. Вот не доходят до них, не доходят. Зла не хватает просто. Пошел он туда курить. Я говорю, есть такая клиника, где перестает курить. Вот туда запишись себе. В общем, не знаю. Вот. Накрасила сегодня глаза. Видите, какой у меня вид. У меня силы есть, просто он мне сейчас довел. Так что не переживайте, все со мной хорошо. Всем привет, друзья мои. Сегодня я мужу сделала хачапури. Ешкамси. Аджарская и йога. Тут он не выдержал и порезал ее. Смотрите как. Хе-хе-хе. Так что хачапури вкусные. Да, аж кем гюзель. Афинь тоусун. Асхан. Пахнет, как сильно пахнет. А еще осталось. В этом году очень много осталось плодов на деревьях. Ой, а как пахнут они. Чо, как у юралсаны вы? Мы вышли вот так погулять на женский базар. Хотели один цветок. Мне так нравится он. Но и там его не было, к сожалению. Ой, спасибо, аж кем. Чок гюзель ку-ку. Сразу в комнате на кухне будет такой запах. Чуть-чуть погуляем и домой вернемся. Я-то со своим фенгалом покажу сейчас. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Друзья мои, как я вам замазала сегодня свою щечку. Чуть-чуть, мне кажется, отек ушел. С далека посмотрю, да? Видите, какое черное. Ну, лечимся, лечимся. Пятый день антибиотиков. Последний день. Друзья, добрый вечер. Тут такая картина сейчас была. Мамя же кайфовала, и она ему, посмотрите, посмотрите, подкладывает ей голову. Она ему чешет, кайфует мальчик. Глазки опустила, она ему чешет. Мама дорогая, какие вы сладкие. Какие сладкие вы. Я вам не мешаю, деточки, смотрят на меня. Не мешаю вам. Посмотрите, смотрите. Глазу накрыл. Обалдеть, а принцесса? Принцесса, где принцессочка наша? А принцесса наблюдает за ней. Ни жизнь, ни халафа, смотрите. Принцесса разберется с мальчиком. Все вместе Кайфову wage 大жина. Селиться на мальчиком. П zap zapat. Продолжение следует...